Сегодня будет третье видео с распаковкой Wildberries и не только. Если вам эта тема интересна, продолжайте смотреть и поехали! Да-да, мы вместе это сделали. Прошлое видео с распаковкой Wildberries набрало более 140 комментариев и 247, кажется, лайков на момент записи видео. Если кто не знает, меня зовут Егор Ваня, я стилист и блогер. На моем канале выходит множество познавательных видео, таких как микротренды, что с чем носить и так далее. Ну и пробую также новый формат, видео с распаковками. Вижу, что они вам нравятся и заходят, поэтому ставим пальчики вверх, подписываемся, если вы еще не подписаны, чтобы не пропускать следующие видео. И давайте уже начинать. Для сегодняшней распаковки Wildberries я приготовила для вас 6 позиций и одну позицию от бренда Lime. Если вы не знаете, они запустили линейку обуви. На картинке, как обычно, все очень красиво и качественно. Но мне было интересно посмотреть это вживую, посмотреть качество, как это смотрится на ноге и в образах. Первый будет вот такой топ. Бренд называется Conso. Это топ пола без рукавов. Я его заказала для создания полного комплекта. У меня есть босоножки красные от Иконика. Есть красный костюм, который я давно не надевала от бренда Zara. Я долго думала, как же его сделать более современным и актуальным. И так как меня вдохновили и показы, и разные образы на Pinterest в комплектах Total Red, решила поддержать его и заказать вот такой топ. На первый взгляд меня смущает то, что он все-таки не красный, а имеет коралловый оттенок. Но выглядит очень даже симпатично. На камеру я вижу, что он выглядит даже более оранжевым оттенки. Да, кстати, так и написано Coral Red. Я это, видимо, не увидела. Но посмотрим, может быть, и будет хорошо в комплекте. Нам положили одну запасную пуговицу, что очень хорошо. Это стопроцентная вискоза. Это просто идеально. Летом будет очень-очень комфортно. Не обязательно носить этот топ только в комплекте, как я вам показываю, с жилетом. Если будет жарко, можно оставить отдельно топы, брюки, добавить джинсы светло-голубого цвета. Будет тоже очень-очень хорошо. Обувь также к этому топу может быть разная, как босоножки на небольшом каблуке, кеды, какие-то сандалии грубые. Мне нравится, как выполнены швы, как выполнена обработка боковой проймы. Так красиво и изящно. По качеству у меня нет претензий. Она такая очень плотная, упругая, должна хорошо держать форму. Возможно, я оставлю себе этот топ, но посмотрим, как это все-таки будет с моим красным костюмом. В прошлом видеораспаковке у меня был конкурс, где призом был тренч из-за какого же от бренда Зарина. Выиграла девушка, которую я отправила уже в город Ставрополь. Привет-привет! Надеюсь, вам он нравится. Сегодня будет также тренч, но уже хлопковый. И вот такого красивого молочного цвета. Как мне уже нравится красивый такой отблеск от ткани. На фотографии он меня заинтересовал двумя пунктами. Во-первых, длиной макси. Я думаю, что модели все-таки выбираются высокого роста. Если на них он смотрится практически макси, то и на мне он будет также. Напоминаю, что мой рост метр семьдесят. Внизу я укажу свои параметры, чтобы вы понимали, как вещи сидят. Еще мне понравился его минималистичный крой с отсутствием большого количества каких-либо деталей. Я думаю, что все-таки три вещи, которые меня заинтересовали, еще цена. Этот бренд мы также уже смотрели в прошлом видео. Там было молочное платье. Это бренд Емко. Смотрим состав. 97 хлопок, 3 эластан. Не написан почему-то состав подкладки. Для меня это тоже всегда очень важно. Чтобы адски не потеть, когда надеваешь его в какую-то теплую весеннюю погоду. Ну вот подклад здесь немного нас подводит. Все-таки полиэстер 55, вискоза 45. Есть небольшие ниточки, которые просто прилипли. Нигде ничего не торчит. Красиво выполнен шов воротника. Пуговицы тоже очень красивые, можно сказать, в тон. С легким акцентным таким оттенком. Карманы есть, боковые, но они пока зашиты. Есть два погона. Есть небольшой декоративный элемент на поясе. Также в тон пуговицы. Так приятно хрустит. Сейчас будет небольшой АСМР. Пока мне все нравится. Сейчас посмотрим, как это выглядит в разных образах. Покажу вам и образ на более прохладную погоду. И, соответственно, на уже какой-то там летний вечер, когда дождливо и немного прохладно. И по длине все-таки, мне кажется, он должен быть хороший. Если вам это, конечно, актуально. Давайте посмотрим вот эти два удлиненных свитера. В своем телеграм-канале у меня есть еженедельная рубрика, где подписчики выбирают лук недели в качестве референса. Я собираю подобный образ из товаров, который имеется в данный момент, который можно купить. Там был вот такой лук, который мне очень понравился, с таким длинным свитером с разрезом. И вот такой я нашла на Wildberries. Решила попробовать и посмотреть его вживую. Возможно, оставлю себе черный. Вот он какой длинный, с не сильно высоким горлом стойкой. Немного должен быть широкий рукав. Это, конечно, не летучая мышь, но даст нам свободу движений. И где же у нас разрез? Ага, вот он. Здесь нам сделали вот такой высоченный разрез. Я думаю, что он должен доходить до вот этой тазобедренной косточки. Я взяла на пробу черный. И давайте распакуем кофейного цвета. Итак, кофейный у нас не чисто кофейный. Немного присутствует меланжевые нити. То есть соединение двух нитей. Одна такая светло-серая и кофейная. Хочу попробовать составить несколько образов. С черным такие более графичные и драматичные образы. А с кофейным уже более повседневные и практичные. Самое интересное это посмотреть состав 50 хлопок, 50 акрил. Вот этот цвет называется горький шоколад. Но, конечно же, это не горький шоколад. Это даже светлее, чем, мне кажется, молочный. Но мне это даже больше нравится. Я переживала, что если это будет прям насыщенный коричневый, не очень, скажем так, сочетаться с какими-то черными элементами в одежде. А присутствие вот этой серой нити даст нам более расширенный вариатив комбинаций обуви, аксессуаров и так далее. Пока мне все очень-очень нравится. Поехали дальше. Вот эта вещь вызывает, правда, у меня некоторые сомнения. Так как весна и бомбер являются сейчас суперактуальным изделием. Уже несколько сезонов. И я думаю, что он не покинет еще парочку точно, потому что это суперудобно, это стильно и это практично. Конечно же, весенний-летний период я заказала вам не черный, а белый цвет. Чтобы сочетать его с белыми платьями, светлыми какими-то джинсами, брюками и обувью. Но что меня здесь смутило на первый взгляд, это оттенок вот этой резинки. Не знаю, видно ли вам на камеру, но он отдает немного голубым цветом и прям так жестко диссонирует вот с этим молочным. Это, мне кажется, будет давать некий диссонанс в комплектах с белыми изделиями. Его я заказала в размере L. Бренд называется вот так, Ума. Конечно, это будет полиэстер. Здесь других тканей ожидать не приходится. Фурнитура не могу сказать, что прям супер добротная, качественная. Но шито все достаточно прилично. Те швы хорошо обработаны. Три. Имеется легкий наполнитель. Он даже, мне кажется, немного просвечивает. То есть это не прям очень теплые изделия. Соответственно, здесь у нас простеганная подкладка. Давайте мерить и посмотрим, как это будет смотреть. И на первый взгляд он выглядит в меру оверсайз, что даст нам возможность собирать очень актуальные комплекты. И длина на фотографиях прикрывает бедра. Для меня это важно. Скажем так, у меня низкое бедро. Мне важно прикрывать эту линию для коррекции моей фигуры. Осталось всего одно наименование одежды и одна позиция обуви. Поехали! Весна наступила. Не только календарное на улице тепло. Скоро ожидается выпускные. Поэтому я нашла платье, которое, мне кажется, можно будет использовать как на выпускной. Добавив какие-то яркие акцентные обувь и яркие акцентные косары. Но также можно отлично использовать в повседневной жизни, на пляж, в городских каких-то историях. Ну, конечно же, когда будет очень-очень жарко. Мне кажется, его также можно будет добавлять и футболкой. Похожее платье было, наверное, пару сезонов назад у бренда 12 Stories. Это такой, скажем так, копипа. Приятная на ощупь. Думаю, это какой-то либо смесовый хлопок. Да, это 95 хлопок, 5 эластан. Я не вижу и не ощущаю, на самом деле, эластан. Он вообще не тянется. Вот так называется бренд. Очень, кстати, симпатично. Сойка. Из всех представленных цветов мне понравилось черное, белое и, если было бы, красное. Остальные цвета все-таки проигрывают. Пинка у него открытая. Почему я сказала, что можно носить в жару, на пляж? Самое главное для меня посмотреть, как сядет вот эта линия, где у нас будет, соответственно, незащищенная грудь. Как это все сядет, как это будет смотреться при движениях, будет ли это все оголяться, открываться. Вот сейчас все это мы и узнаем. И так как она скроенная в стиле бобидол, с широкой юбкой, почему я сказала, что она отлично подойдет для выпускных. Какие-то крупные красивые серьги, убрать волосы, например, в путек. Красивые акцентные босоножки. И вы нарядные. И самое главное, актуальные. Длина юбки, мне кажется, тоже будет актуальной. Такой хороший миди. То осталась у нас одна позиция. Это у нас обувь от бренда Lime. Ее мне принес сегодня курьер. Я еще ни разу не покупала и не заказывала у них обувь. Она приходит вот в такой, кстати, симпатичной, минималистичной коробке. Рекомендации по уходу и эксплуатации. Я сказала, что для вас самую актуальную и носибельную позицию в их ассортименте. Это такая вариация грубых, скажем так, сандалей. Кстати, они очень-очень легкие. Думала, они все-таки будут прям на дел. И не знаешь, как дойти, куда тебе нужно. Заявлено, что это натуральная кожа. Кстати, выполнена очень хорошо. Следов каких-то клея или запаха. Ну, есть небольшой. Но это больше, мне кажется, от подошвы. Я поняла, почему они легкие. У них, смотрите, пробковая подошва. И хорошо гнуться, то есть ноге будет комфортно целый день перемещаться. И знаете, что мне еще здесь понравилось? Вот на первый взгляд. Это такие подушечки на подошве. Смотрите, как здорово сделано. Они не сделаны, как копипаст какого-то бренда. То есть у них нет рифленого здесь на подошве элемента, как, например, под Dior. Некоторые изготавливают свои сандалии. Липучки хорошие, такие прям, знаете. Я планирую их носить как отдельно. С какими-то летними платьями. Либо с носочками. Те, кто уже со мной давно, наверняка уже поняли, что носочно-чулочная тема для меня является любимой и такой не сдающей позиции. Читаем. Значит, состав вверх, 100% натуральная кожа. Смотрите, стелька не кожаная. Но с другой стороны она не будет истираться. Как знаете, это бывает с кожаными изделиями. И, возможно, сохранить свой внешний вид гораздо дольше. Но самое главное, что они такие легкие. Сейчас примерю для вас в разных образах. И решим, стоят они этих денег. Я их купила за, кажется, в районе 9 тысяч. Там еще какая-то была скидка на оплату онлайн. Но, как обычно, это сейчас есть. Что касаемо размера, то здесь я взяла самый большой, 40-й. Я никогда этого не стеснялась. У меня достаточно высокий рост. На самом деле, сейчас то время, когда в этом нет совершенно никакой проблемы. Практически у всех брендов есть этот размер. И, как видите, он мне все-таки немного маловат. Поэтому будет, конечно же, возврат. Имейте это в виду. Ну вот и пролетела у нас третья распаковка Wildberries. И не только. Сами судите, достойны вещи или нет. Пишите об этом в комментариях. Условиями для следующего снятия видео с распаковками остаются те же. Минимум 200 лайков и 50 комментариев. Поддержите мой канал. Сами понимаете, это достаточно финансово и временно затратно. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.